Всем привет! Сегодняшнее видео будет о первом пермском кардшеринге, который появился в Перми в конце декабря 2018 года. И в первый день запуска кардшеринга мы брали автомобиль в аренду, покатались. Автомобиль был новый, с пробегом 200 километров. Автомобили Renault Logan с автоматической коробкой передач. На тот момент их было 10 штук, насколько сейчас мне известно. Их стало чуть поменьше, но это не точно, могу ошибаться. Сейчас мы хотим взять в аренду именно тот автомобиль, на котором мы катались в декабре. И посмотреть, что за ним случилось по истечению 4 месяцев пребывания в кардшеринге. Вчера вечером я посмотрел по приложению. Автомобиль, который нас интересует, находился в одном месте. Утром посмотрел, он находится там же. Видимо, в Перми кардшеринг не очень актуален. За ночь автомобиль никуда не переместился. Ну а мы направляемся к нему, будем его брать в аренду и покатаемся снова. Вот мы и добрались до автомобиля. Грязный он. 8 рублей минута стоит. Я уже его осмотрел. Все посмотрел. И уже началась аренда. Визуально без повреждений. Салон вот в таком состоянии. Пробег уже к 3000 подходит. Чувствуется, что в машине курили, сырили. Салон почему-то не убирают. Внешний автомобиль грязный. Ну и понятно, на улице погода такая. Поедем кататься. Продолжение следует. По комплектации. Это автомат, как я уже говорил. На всех автомобилях в этой конторе. Который работает так себе. Ну, автомобиль едет и ладно. Кондиционер. Музыка. Пролоджи. Руль. Симпатичный. В рестайлинговом логане. Нравится мне такой руль. По сравнению с теми, что было раньше. И электростеклоподъемники. На этом вроде комплектация закончилась. Насколько я знаю, что другие логаны есть в комплектации лучше, чем это. По ходовой части ничего не изменилось. Едет по-прежнему, как новый. Ну и было бы странно, если за 3000 километров что-то бы там забрякало, застукало или отпало. Пробег небольшой, поэтому автомобили еще как новые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Если вы хотите пользоваться услугами каршеринга, брать автомобиль в короткосрочную аренду, устанавливайте приложение Ворона Кар, если вы живете в Перми. Главное требование вам должно быть более 20 лет, и ваш стаж должен быть более двух лет. Там отправите свои данные, вас посмотрят по всем базам, можно ли вас допускать к управлению. И если у вас все хорошо, то пользуйтесь. А главный минус Бермского каршеринга это количество автомобилей. Их мало. И были такие случаи, когда я хотел воспользоваться их услугами. Заходил в приложение, а ближайший автомобиль находился в нескольких километрах от меня, и то есть до него было добраться проблематично. Надеюсь, что скоро парк автомобилей расширится, и все будет лучше и доступнее. Вот и пробег перешел за 3000. Внешний вид каршерингового автомобиля. Такая обклейка. в багажник посмотрим. Кто-то что-то возил. Поедем дальше. После нарезки в туалетке. Третью в кем и в ст в т а в о в в Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ставьте лайки Сниму еще что-нибудь интересное для вас Еще раз всем спасибо Пользуйтесь пермским первым каршерингом Еще увидимся Пока